Большой брат следит за тобой. Частное охранное предприятие «Патриот». Это надежная охрана вашего дома, квартиры, коммерческого объекта, гаража и сопровождение ценных грузов. Чорт «Патриот» – ваша безопасность. Это наша работа. Телефон дежурной части 661-31. Здравствуйте! В эфире программа «Патроль» и я, ее ведущая, Эка Сандар. Сбежали с СИЗО, пропал ребенок, подпольный алкобизнес и наша традиционная рубрика «Осторожно, пьяные водители». Все это не только в сегодняшнем выпуске. Поехали! В Туве возбуждено уголовное дело по факту избиения сотрудника и побега из изолятора временного содержания. По версии следствия, исполняющий обязанности начальника отдела полиции Барнхемчикского района утвердил наряд на дежурной сутки, при этом допустил к дежурству стажера, не прошедшего стажировку и аттестацию. В свою очередь, дежурный ПВС во время несения службы допустил нарушение требований при выводе арестованных лец из камер, вследствие чего двое арестованных напали на него и нанесли множество ножевых ранений, после чего девять арестованных сбежали из места содержания под стражей. По версии следствия, 14 апреля текущего года около 11 часов в помещении изолятора временного содержания МОИ МВДР в Барнхемчикске, расположенном на улице Саи Альберта, села Казалмажалок, при выводе из камер двое следственно арестованных с целью лишения жизни дальнейшего побега применили насилие в отношении дежурного ПВС, находящегося при исполнении должностных обязанностей. Они начали его душить и затем нанесли несколько ударов ножом по телу потерпевшего. После указанного они открыли остальные камеры и с присоединившимися семью арестованными совершили побег. В настоящее время большинство подозреваемых, сбежавших из временного изолятора, задержаны. Следователям проводятся их допросы. Отмечается, что четверо сбежавших были осуждены и ожидали ВВС этапирования для отбытия наказания. В том числе по статьям о разбое, грабеже и причинении тяжкого вреда здоровью. Среди них также был подозреваемый в убийстве. Теперь, помимо всего, им придется отвечать по статье «Побег из места лишения свободы из-под ареста или из-под стражи». Кроме того, Следственным комитетом и Министерством внутренних дел региона проводится служебная проверка по факту халатного отношения, которое привело к побегу заключенных. Руководством МВД по республике Тыва по данному факту назначена служебная проверка, в рамках которой будет дана принципиальная оценка действиям руководства и сотрудников Межмуниципального отдела МВД России Барунхимчикский. В случае, если вина сотрудников будет установлена, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством. По поручению следователя продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по остановлению и задержанию остальных, совершивших нападение и побег. Расследование уголовного дела продолжается. 14 апреля в правоохранительные органы республики поступили сообщения о гибели 6-летнего мальчика в Козыле и исчезновении 6-летнего мальчика на территории Орзинского района республики. По указанным фактам, Следственным комитетом региона организованы доследственные проверки. Установлено, что днем 14 апреля жители Козыла, проживающие на улице сельскохозяйственной, обнаружили, что игравшие во дворе дети пропали. Через некоторое время им сообщили, что 6-летний сын провалился под лед на реке Кахем. Родственники вытащили тело мальчика, однако реанимационные мероприятия не дали результата. Врачи констатировали смерть малолетнего. Для установления причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза. Во втором случае, произошедшем также 14 апреля текущего года, установлено, что вышедший из дома в 13 часов 6-летний мальчик, житель села Орзин, не вернулся домой. И в результате опроса малолетних было установлено, что он провалился под лед на реке Орзин. В настоящее время по данному факту организована доследственная проверка и проводятся поисковые мероприятия, направленные на отыскание тела малолетнего мальчика. В настоящее время по указанным фактам проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактических обстоятельств произошедших событий. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения. Осужден за взятку. Прокуратурой Кызылы поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Тувы, обвиняемого в попытке дачи взятки сотруднику Дорожно-патрульной службы в размере 5000 рублей. Судом установлено, что инспектором ДПС был остановлен автомобиль, водитель которого был пян. Мужчина за несоставление протокола об административном правонарушении предложил Дорожному полицейскому взятку, в которой в свою очередь отказался принять деньги и сообщил в правоохранительные органы. Мировой суд признал его виновным в совершении преступления, покушение на дачу взятки и ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу. В самое время узнать, сколько ДТП произошло на территории Республики за прошедшую неделю. Сводка ГИБДД далее. С 8 по 14 апреля в Республике зарегистрировано 7 ДТП, в результате которых 8 человек получили травмы. За прошедшую неделю сотрудниками ГИБДД на территории Республики задержано 53 водителя, управлявшие транспортными средствами в состоянии опьянения. Среди них 5 автоледи. Третье место. Танки грязи не боятся. Так подумал и этот водитель, который, несмотря на то, что выпил горячительные напитки, решил выехать с места, где он отдыхал с друзьями окольными путями. Наверное, думал, что на этой просвелочной дороге он не встретит дорожных полицейских. Однако, как говорится пресловутая пословица, любишь кататься, люби саночки возить. Так и ему теперь придется заплатить штраф за пьяную езду и ближайшие полтора года ходить пешком. Второе место. Водитель, у которого украли авто. В ночь субботы на воскресенье в дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестные избили мужчину и забрали у него авто. Но по приезду съемочной группы мужчина рассказал совсем другое. Якобы у него никто не крал машину и с ним все хорошо. Однако признаки алкогольного опьянения у него уж точно были. Первое место. ДТП с пьяным водителем. Дорожно-транспортное прошествие произошло в районе Козырского президентского кадетского училища. Также в ночь субботы на воскресенье. Водитель серого седана был позади колонны машин. Когда сзади подъехала иномарка, решила совершить обгон. По словам очевидцев, пьяный водитель иномарки не справился с управлением и врезался в седан. В результате ДТП с травмами различной степени были госпитализированы пассажиры седана и иномарки. Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные, удобные условия по займам. Большой брат следит за тобой. Частное охранное предприятие «Патриот». Это надежная охрана вашего дома, квартиры, коммерческого объекта, гаража и сопровождение ценных грузов. Чорт «Патриот». Ваша безопасность – это наша работа. Телефон дежурной части 661-31. В Кызыле сотрудниками полиции задержан местный житель, подозреваемый в совершении серии имущественных преступлений. В ходе расследования дела по краже около 50 тысяч рублей из офиса микрофинансовой организации, полицейскими установлена причастность подозреваемого к совершению других краж. Так, 9 февраля в полицию Кызала обратился 27-летний житель села Иетал с заявлением о том, что в ночь на 9 февраля неизвестные, разбив окно его машины, украли автомагнитолу. Следующее преступление совершено в ночь на 12 февраля. С заявлением о краже компьютерной техники в дежурную часть обратился представитель образовательной организации. Он сообщил, что неизвестные, разбив окно в кабинете, проникли в здание школы и похитили компьютерную технику. Сумма ущерба составила более 38 тысяч рублей. Аналогичное заявление было принято в полицию Кызала от 36-летней работницы одной из организаций столицы о том, что в ночь на 13 февраля неизвестные, также разбив окно офиса, проникли и украли ноутбук стоимостью 62 тысячи рублей. Также 2 марта в дежурную часть обратился 58-летний Кызалчанин с заявлением о краже аккумулятора с его автомобиля, припаркованного во дворе многоэтажного дома. Причиненный ущерб составил 6800 рублей. При проведении следственных действий фигурант дал признательные показания и пояснил, что украденное имущество продал. В настоящее время мужчина содержится в изоляторе временного содержания, и в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения. Нерадивым водителям, которые, несмотря на запрет, паркуют свой автомобиль в неположенных местах, пришлось искать своего железного коня на штрафстоянках. Операция «Остановка-стоянка» или история о том, как лень перейти дорогу, заставляет водителей платить штраф. В выходные дни сотрудники госавтоинспекции провели масштабные рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей правил парковки, несоблюдению требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, а также нарушению правил остановки и стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшие создание препятствий для движения других транспортных средств. Наиболее часто встречающиеся нарушения правил дорожного движения именно по парковкам. Это может, это встречается у нас в городе Кызыле, это нарушение дорожных знаков, нарушение неуполнения требований дорожных знаков 3.27, 3.28, то есть 3.27 это остановка запрещена, а 3.28 стоянка запрещена. Транспортный средств, кроме того, у нас также часто встречающиеся нарушения, это остановка, либо даже стоянка транспортных средств на пешеходных переходах, либо до 5 метров перед ним. Также можно встретить в нашем городе остановку прямо припаркованные транспортные средства прямо на проезжей части, то есть у разделительных полос. На сегодняшний день в центре Кызела установлено более 10 дорожных знаков, обозначающих запрет на парковку. За остановку, не положено в месте водителям транспортных средств, грозит штраф и спецстоянка. Однако, несмотря на это, нарушение правил парковки полицейские фиксируют достаточно часто. Только за один день рейда дорожные полицейские оштрафовали более 10 нередевых водителей. К слову, половине из них пришлось позволять своего железного коня из специализированной стоянки. Как отмечают госавтоинспекции региона, подобные рейды продолжатся до тех пор, пока собственники транспортных средств не начнут парковаться в специально оборудованных местах. 13 апреля на стационарном Пастушевый Лик для проверки был остановлен автомобиль марки «Лада Калина». Транспортным средством управлял 45-летний житель села Верхнеусенское. Также с ним находился пассажир 49-летний житель села Нижнеусенское Красноярского края. При осмотре багажника сотрудники госавтоинспекции обнаружили 11 мешков, внутри которых находилось мясо диких животных в замороженном и вяленом виде, а также целые туши. Мужчины перевозили мясо диких животных без документов и разрешения на охоту. 49-летний пассажир «Лада» рассказал, что мясо приобрел за 30 тысяч рублей у ранее незнакомой женщины при выезде на федеральную дорогу со стороны села Усинское. В отношении пассажира был составлен административный протокол. Санкции статьи предусматривают административный штраф в размере от 500 до 4000 рублей с конфискацией орудия охоты или бестаковой, или лишения прав осуществления охоты на срок до двух лет. На этом выпуск программы «Патруль» подошел к концу. И в заключение я напоминаю наши контакты. Адрес электронной почты и телефоны редакции на ваших экранах. Смотрите программу «Патруль» также на YouTube-канале «Тувинская единая служба информации». Теперь точно все. Берегите себя и своих близких. До свидания. Большой брат следит за тобой. Частное охранное предприятие «Патриот». Это надежная охрана вашего дома, квартиры, коммерческого объекта, гаража и сопровождение ценных грузов. Чок «Патриот». Ваша безопасность – это наша работа. Телефон дежурной части 66131.